Из минусов, которые я обнаружил сегодня, поездив на этом авто, могу сказать первое. Я вот сижу, телефон в руках, кручу-верчу, обмануть хочу. Некуда положить. Куда я его поставлю? У меня в траке, что в одном, что во втором, там хотя бы есть такие отсеки, что можно просто засунуть его туда, он там лежит. А в другом траке можно было прямо вот так вот ставить, там прям полочка так сделана, и его вот так вот ставишь, он лежит весь день. Захотел я прямо на него, нажимаю кнопку, у меня время загорается, без проблем. А здесь вот я сейчас думаю, посмотрю, как вы там меня видите, у меня же камера подключается к телефону по Wi-Fi. Начал искать место, а нету. Вот здесь дырка есть, он туда не лезет. Подстаканник вот здесь, вот, единственное место, это вот за левой, кстати говоря, более-менее место. Засунуть это все в подстаканник. Короче, про iPod они подумали, сделав connection, специальный для iPod. Не знаю, сколько Apple заплатила Nissan за вот эту вот фишку. Ну, короче говоря, заплачены были реально хорошие бабки, наверное, раз они все это внедрили, впихнули, невпихуемое. А про то, что сейчас все ходят со смартфонами и не маленькими телефончиками-смартфончиками, да, а с лопатами, блядь. А эту лопату некуда положить. Вот он у меня сейчас здесь в стакане лежит, в подстаканнике. И пол экрана закрывается. И я даже, я его взять возьму, да, но хочу нажать на эту любимую кнопку Apple. Чтоб посмотреть время. А она внизу, я не могу ее нажать, у меня телефон болтается. Вот такая вот чушь. Какую-то батву сюда. Кстати говоря, я видел на YouTube, что у меня здесь приклеена такая липучка, ответная часть. И вот в этой чашке лежала платформа, которая на липучку клеится. И этой платформы здесь не было. Машина, как вы знаете, я купил с аукциона. У меня даже номера, вот там 37 номер, нестираемый. Там надпись нестираемая. Мне ее надо будет бритвичкой сошкребывать. Опа. То есть этой штуки не было изначально. И я сейчас вот не знаю, что мне здесь придумать. Придумаю что-нибудь. Для GPS-а не проблема. Для телефона нашел место в подстаканнике. Будет воду пить. А автоматическая регулировка зеркал мне тоже нравится. Хотя и у моей старинной Хонде это была. Вот здесь крышка внизу. Сейчас я вам покажу. Еще я нашел место одно. Чарджер иногда плохо срабатывает. Сейчас, как назло, на камеру срабатывает 100%. А вот сейчас небо. Вот погасло. То есть тоже в определенном положении не срабатывает. С чем это связано, не знаю. Контакты все большие. Все, туго заходит. Так. Недостатки. Один чарджер. Здесь, если у вас смарт-ки, то тут будет кнопка Start Motor Engine. У меня ее нет. У меня обычный с этим... с микрочипом ключ. Keyfab. И вот здесь, если кто не знает, когда у вас сел аккумулятор, и вы никогда не переключите свой рычаг переключения скоростей. Одни люди этого не знали. И катили свой автомобиль на включенных тормозах. Пополомали себе много чего. Вот это выковыривается отверточкой. Вставляется сюда ключ или отверткой. Разблокируется этот рычаг. Полная разблокировка. И начинает он переключаться в нейтраль. И вы можете буксировать свое авто. Для тех, кто не знал, ставьте лайки. Идем дальше. Я перед магазином Advanced Auto Parts. Здесь не видно. Ну, короче, Advanced Auto Parts. Иду смотреть чехлы для машины. Ну, вот мы смотрим в магазине. Среди этих чехлов для машин. Куча всяких кауэров для рулей. Здесь тканевые какие-то простые. 24 доллара. Здесь как плюшевый. Чёрный. Велюр, не велюр. Это как кожа вот такой вот. Ну, что-то сильно грубо, мне кажется, это сделано. Очень грубо. Хотя, может быть, она и обмякнется со временем. Вот это мне приглянулось. Такие ромбики сделаны. А цена у этого вроде бы 24 было. Да, вот здесь она была 24 доллара. Вот здесь сетка такая. Ух ты, приятная сетка, как на кроссовках. Вот такая же вот сетка. Здесь прикол в том, что можно... Это как вот носки какие-то. С ночёсом, блин. Вопрос, не вопрос, а прикол в том, что здесь можно спокойно прийти и вернуть. Я уже одни верну. Потому что были, оказались маленькими. Давайте откроем. Вот здесь фильтры у нас всякие продаются. А здесь, смотрите, как плюш небольшой. А это где сидеть? Кавер такой. А что, неплохо. Неплохо, мне нравится. Этот тоже неплохо. А у этого уже цена 34. На 10 долларов дороже. Из-за этого, наверное, плюша. Вот этот 34. А написано, что они все подходят к такие сидушки. И причём вот эта подушка для головы, она... Как сказать, отдельно, наверное, у заклеена, что ли. От таких, как я. Ну да, здесь получается вся ткань вот такая вот. Но мне кажется, она будет вышаркиваться. Боковушки якобы кожаные. Но здесь только полоску вижу. А вот вижу кожу. Типа кожа. На eBay я смотрел, всё то же самое. Но мне не нравится на eBay, потому что не пощупать. Не пощупаешь. Написано, что она легко устанавливается. Быстро делается. И ещё airbag safe. Она рвётся, а вся airbag взрывается. Может быть, такую взять? Коробка такая, не первой свежести. Она здесь давно, видимо, стоит уже. Мне кажется, это не от этого места. Что-то с этим не то. Потому что здесь все одну фирму стоят. А это какая-то другая. Seed cover. Это вот тяжёлая. Но мне не нравится эта грубость. И потом на ней вышли, и будет всё потеть. Не будет дышать ему легко. И просто. А цена 44 бакса. 50-45. И всех мне понравились только вот эти на ощупь. За 35 долларов. Хотя вот эти 35 долларов. В принципе, тоже неплохо. Серый. А у меня салон чёрный. Коричневый нам не надо, да? А может быть, это было за 19 долларов? Не пойдёт, не пойдёт, не пойдёт. Ну, это помягче. 25 долларов. Ну, только на одну. Короче, я спрошу вот эти вот цену на это. Потому что коробка какая-то вся покоцанная и не совпадает с фирмой. Autocraft ACF, да, написано. А это не Autocraft. Спрошу про них. В общем-то, прилично выглядит. И на ощупь хорошая, не тонкая ткань, такая прочная. Попробуем их установить. А вон ключики. Ну, всё, ведём на кассу, узнавать, сколько это стоит. Купил, купил Advanced Auto Parts. Вот эти вот чехлы. Вышло это всё у меня дело. 37 долларов, 35 центов. Кому интересно. Так, чек сюда. Customer Service даже есть. Можно заполнить Customer Service. Чехлы. Инсталляция. Инструкция по инсталляции, которую мы не читаем, да? А это два надголовника. О! Так, смотрим. Я нашёл на eBay. А, неплохо, нормально. Нашёл на eBay. Себе там якобы под кожу. Но там красный цвет с серым. И это не полные чехлы, а просто как кышин, накладка. На сиденье. 50 долларов были. Там один сантиметр написано было foam, пенопласт или это не пенопласта. Эта штука вставляется в изгиб, написано. У меня, видите, здесь коврик из моего трака лежал под задницей. Сейчас мы попробуем с вами это дело одеть. Дезинку бы хотелось, конечно, потуже иметь. здесь даже дырка для этой штуки есть. Вытащились. А, вот, ключи какие-то даже есть, смотрите. Ключки в комплекте. Так, здесь Airbag. Airbag safe. У меня здесь тоже Airbag встроенный. То есть, на случай с чего, этот чехол не помешает. Но у меня здесь есть боковая ручка, блин. Которую надо будет так-то обходить. Так. Так. В принципе, нормально натянулось. Так. Сейчас посмотрим перед. А куда-то здесь они сказали вставлять эту штуку. Трубку вот эту вставить надо. А вот, там есть специальная петля. Трубкой сделана тоже. Ее бы еще засунуть туда. Так. Есть. Товарищ майор. Так. Все. Теперь мне надо найти вот эти лямки куда-то зацепить крючками. Так. Эта труба туда идет. Ну вот, я думаю, она обтянется. будет нормально. Дайте мне поставить сидушку верхнюю. Так. Верхняя часть есть. Куда я крючки делал? Я так и ни разу не понял, когда я делал, куда и зачем эти крючки цеплять. короче, здесь петелька сделана и крючок. Просадил. И теперь куда-то надо зацепиться. просто, чтобы натянуть. тупо за кусок пластика внизу здесь зацепил. И второй. Сейчас так же сделаю со второй стороны. Ну, крючков много в этом пакете. Наверное, это мастер-пакет. для второго седла то же самое. Не для одного седла. Так, куда же здесь мы тебе цепануть? Есть еще здесь по центру. Куда-нибудь сейчас зацепим. Там под низом какую-нибудь пружинку. Там много пружин. Будет натягиваться центр у нас. Давай. Есть. Там за какую-то фигню зацепил. Ну и все. Кавери нормально. Мне нравится по цвету. Не сильно выделяются от цвета салона. Так что все будет окей. Вот как бы здесь мне поймать кусочек пластика, чтобы зацепиться. все так сделано. Все так сделано. Все так сделано. Опа, песно. Вот, зато я вот там зацепил за задним углом место было и проскользил наперед. В Хонде у меня есть такие сидушки покрытия, кавери. Но я ни разу их не цеплял на эти крючки. Они как у меня. Я их положил просто так. Так и лежал. Так, сейчас я гляну просто сзади. Так, задняя сторона у меня из-за того, что вот здесь вот ручка поднимающаяся. Немного неровная и все. А в основном уже неплохо. Маленько они подрастянутся, подутянутся, подусядут. Правда, у меня осталось три крючка только. Раз, два, три, четыре, пять. Должно быть пять. Здесь в комплекте еще крючки есть. Я сейчас надену второе сиденье, чтобы уже закончить сиденье. Не хочу заказывать на ebay, потому что придет какая-нибудь чушь. Мы сейчас с вами прямо перед магазином поставили наши может быть здесь крючками соединить, чтобы она вот так не оттопыривалась, вот так вот стянуть вместе. О! Наверное, вот сюда крючок поставлю экстра. И будет классно. Низ закрою. Все, мои сиденья защищены. Тут еще маленький такой поролончик проложен. Это утянется, я думаю, он обляжется. Обтянется. Как-то маленько все равно. Опа! Так. Пойдет. Все. Возвращать я хуже не пойду. Классные, мне понравилось. Под цвету подходит. Под цвету меня полностью устраивает. Все. Давайте я ставлю второе сиденье, потом покажу, как это все получилось. И мы поедем дальше. Ну все. С чехлами я разобрался. Маленько они потом еще пообтянутся. Примут свою нормальную позицию или как локейшн. Все, мне нравится. Приятно на ощупь здесь. Здесь тоже, как обычно, машинная такая ткань. Снял, постирал. И защищаются основные кресла, чтобы не портить. И все. Давайте едем дальше куда-нибудь что-нибудь делать. Видео снимать, как покупать машину на аукционе. Бай-бай.